Доброе утро, мои дорогие! Видите, я ещё в халатике, только-только проснулась. И пойду сейчас включу воду, соль, пруд. Наконец-то он доделан, и я хочу, чтобы он уже был полон воды. И показать вам конечный результат о такой большой, серьёзной переделке. И ещё я хочу сказать, что, наверное, этот пруд, к удивлению, принёс мне огромное количество энергии. Кажется, я должна устать, и я думала, что я точно его закончу и буду лежать, ну, наверное, дня два, а то и три в постели, не вставая, потому что всё болело. Но вот победа, которая пришла, ну, как бы я победила саму себя, я сделала такое грандиозное дело, она принесла энергию. Плюс ещё ваши тёплые слова, хорошие комментарии. Вот немножко присяду, чтобы было удобнее разговаривать. Ваши тёплые комментарии, они тоже дали мне энергию и мотивацию для новых каких-то свершений и событий. И я всегда говорила, что если у вас какие-то, особенно со здоровьем, неприятности, обязательно займитесь интересным делом. Оно настолько будет внутри, когда вы будете продвигаться в направлении что-то, что-то помогать себе в его реализации, да, даже через себя, через себя превосходить. То есть даже через свои силы кажется, нет, я это не могу, мне это очень сложно. Но ты через себя переступая настолько вот двигаешься к цели, что это вырабатывает там в надпочечниках этот адреналин, который побеждает все наши болячки. То есть организм работает на победу, и он побеждает все наши болячки. Хуже, когда люди занимаются, например, обсуждением, ссорами, дрязнут в этих разборках, которые нам показывают по видео, да, когда бесконечно люди выходят друг к другу, что-то спорят, обсуждают, не созидают, а разрушают, разрушают энергию. Ведь ссоры, они разрушают энергию. В ссорах всегда должен найтись умный человек, когда ее прекратит. А еще умнее человек, он вообще не будет влазить в эти ссоры, он всегда найдет, как спрыгнуть с этой ситуацией и заняться чем-то созидательным. И вот созидательное, оно действительно напитывает энергией. И сегодня, знаете, я даже вот бодра, бодра и лежать не буду, буду заниматься чем-то интересным. Ну, сегодня мне нужно пролить у меня на окошках, сейчас я вам покажу, огромное количество растюх, которые я принесла с улицы, ну и где-то летают мошечки. Вот поэтому мне нужно пролить почву, чтобы этих мошек ликвидировать. И вот, смотрите, еще у меня вот все окошки вот так вот, вот так вот уставлены, вот такими растюшками. Поэтому, позанимаясь сегодня домашними растениями, приедет моя Танюшка, моя сестра, и мы будем заниматься еще, может быть, уличными растениями. Ну, не знаю, может, на улицу меня сегодня не хватит. Ну, и обязательно, что я еще хочу? Ой, какая красивая заставочка! Сейчас я остановлю кадр, чтобы сделать такую заставку для видео моего. Оказывается, здесь есть функция такая, просто нажимаешь, нажимаешь сверху на кнопочку, и получился кадр. Вот еще один можно сделать вот такой вот красивый. Так, ну, а сейчас мы пойдем на улицу, включим кран. У нас хорошо своя скважина, и поэтому не надо переживать, что такое огромное количество воды нужно будет платить. То есть моя скважина не страшна. Вот, в прошлом году мы это сделали. Так, и что я еще хочу взять тут? Я хочу вам показать. Тут у меня стоит... Так, вот у меня, смотрите, что. А это в этой колготке моя лилия. Помните, я вам рассказывала, тяжеловата она, однако. Вот, несу я ее. Это водная лилия. Вот она находится. Видите, ее отросточки. Вот так я ее храню прямо в колготочке, и мне надо срочно ее опустить в воду. Она у меня будет так зимовать. Но сейчас я ее донесу. Вот. И покажу. Мы вчера наполняли, насколько уже пруд готов. Ой, тяжеловато, как нести. Так, ну, я сама себя боюсь, что мокрая трава. Сама себя снимать не буду, но... Хотя, может, как-то и смогу зайти с другой стороны. Вот так. И покажу, как я ее опускаю. Оп, оп, оп. Карабкаясь аккуратно. Вот, мне надо эту водную лилию. Видите уже, насколько пруд. Вот, вот сюда в пруд опустить. Вот так. Вот так. Там на дне камешки. Обязательно колготочку надо расправить. Сейчас я это сделаю. Чтобы лилия потом могла взойти. И видите, уже одна ступенечка наполнена. Уже вторая наполняется. Закрывается ступенечка. Ну и сегодня уже можно наполнять до краев. Уже, в принципе, и там кладка подсохла. Поэтому будем наполнять до краев. И рыбок сюда выпустить. А то они ждут в бочке. Тоже их жалко. Все. А я пошла пить кофе. Ну, а вечером, конечно, смонтирую видео. Сейчас. И вот после этих кадриков вам вставлю полностью уже короткое видео о создании. о всех процессах создания моего пруда. Так. Ну и Масяню надо покормить. Котеночек мой. Маму ждет. Да? Маму ждет. Кусить хочется. И вот еще две красотки. И все кушать хотят. Вот какое у меня целое стадо поголовья, о котором тоже надо заботиться. Прежде чем кофе попить, надо сначала о них позаботиться. А вот, смотрите, домик, который я коту на Валбрисе купила. Классный такой. Но кот в нем жить не хочет. Вот это проблема. Эх, кот-кот. Так, девчонки. Девчонки, ну-ка, все, успокоились. Все. За работу. Иду мимо проверять, как работает мамина батарея. Зашла, а прудик наполняется. Приятно, елки-палки. Смотрите, как уже. Ну что, вспомним, как это было. Как всегда. Вот такой я блогер. Самые первые кадры у меня не записаны. Уже немножко разобрана стеночка пруда. И я показываю, как выглядел мой пруд. Вот так он выглядел. А вода уходила, потому что именно на первой ступеньке была дырка. Мы уже потом ее нашли. Эту дырищу, из-за которой произошла переделка моего пруда. Я показываю, сколько камней я надбивала. Сколько у меня цемента получилось. Сколько работы. Вот таким способом я сидела каждый камешек отбивала от цемента. Поверьте, это та еще работка. Это на видео смотреть как бы весело. А на самом деле это очень трудоемкий процесс. Но очень хорошо, что погода была мне в помощь. Было очень мало дождливых дней, которые могли остановить мою работу. И это мне нравилось. То, что я не останавливалась. Сейчас я показываю, как я вычерпываю. Вот я подбивала камни от цемента. А теперь мне приходится вычерпывать воду. То, что не докатал насос. Я вот так руками черпала медленно. Кажется, большой пруд, и ты руками вычерпываешь. Но если что-то начать, оно обязательно закончится. Поэтому я, знаете, как в сказке про Буратино Дуримар вычерпал болото, чтобы найти золотой ключик. Вот и я в поиске своего золотого ключика черпаю вот это озеро. А теперь мы наконец-то снимаем старую пленку. Серега пришел мне на подмогу. Обычно он в моих проектах не участвует. У него свои проекты. И мы друг другу не мешаем. Но в этот раз он пришел помогать. Потому что старая пленка, улежавшаяся, она, знаете, такая превратилась в кусок пластмассы. Плохо гнулась. Она трескалась. И ее реально с места бы я, наверное, и не сдвинула. Она очень-очень тяжелая. Поэтому вот Серега помогает мне эту пленку. Он скрутил ее в большой-большой такой клубочек. И просто, сейчас уже будет видно, просто выкатил ее на... Это я показываю вот камешки для отсыпки, куда я положила. А где ж наша пленочка? Ну, сейчас, наверное, будет... Сейчас я покажу. Ну, а наша пленочка вот скрученная, похожа на большой камень. Вот, немножко видна в правом верхнем мозгу. Вот сейчас она посерединке. Вот так она выглядит. Три-четыре. Ну, а после этого пошли земельные работы. Это тоже очень трудоемкий процесс. И поработать пришлось немало. Слава богу, что в этот день был мой сын. Я только не знаю, где я делал кадры с ним. Не могу отыскать. Но вот он отвозил тачки с грунтом. Вот целый день работал. Ну, скажи, что-нибудь. Потому что это реально-реально очень тяжелый труд. Скорее всего, сын меня снимает в этот момент. Снова я хочу показать... Значит, он снова снимает меня. А я хочу показать, как я увеличиваю пруд, как я работаю. Снимать и работать одновременно – это еще то занятие. Ты никогда не знаешь, если ты немножко вдали, как ты будешь выглядеть в кадре. А работа-то надо все равно производить. Поэтому как уж получалось, так и получалось. Но вроде все равно засняло процесс. Земля уже, кстати, после дождя. Она такая плотно сбившаяся, промочившаяся. И поэтому я ее откапывала такими маленькими слоями. Потому что она реально была очень тяжелая. Ну вот, иду отключать кадрик, чтобы снова смонтировать вам следующий кадрик. Сейчас я тут, наверное, скорее всего, тут уже докопали мы все наши ступенечки. И я промеряю вот так вот, промеряю. У меня такая веревочка, влезет ли та пленка, могу ли я еще подкопать или не могу. То есть вот размер. Я померила ширину и длину, сделала себе веревочки и вот так вот промеряла длину и ширину пруда. Ну а дальше, что я буду делать дальше? Даже не знаю, какой кадр будет следующий. Поэтому очень тяжело комментировать то, что будет следующее. А следующее уже все. Уже мы улаживаем пленку. Пришел мой брат, и мы улаживаем пленку. Видите, она получается разная по цвету. С одной стороны она черная, с другой стороны голубая. Голубым боком мы не вложили, потому что все равно вода, как бы ты ни старался, будет жить тут несколько рыбок. Потом я, может, еще красивые лилии сюда поставлю в горшочках. И вода все равно приобретет какой-нибудь там цвет непрозрачный. И когда на черном фоне, это не видно. А когда вот голубая, голубой цвет становится отрязаной. И поэтому я решила, что надо делать черной стороной на лицо. Вот. Улаживать пленку тоже было тяжеловато, потому что надо подмерить было. И мы вот этот большой ком пленки, он нелегкий, он такой тяжеловатый. Туда-сюда дергали, пришлось туда-сюда побегать. Еще переживала я, чтобы ступеньки не разрушились. Но вроде как все сложилось. Потом мы все придавили камешками. Вот разложили пленку, придавили камешками. И все у нас получилось очень удачно. Все прям вот тютя в тютю, все размеры совпали. Всегда переживаешь, чтобы все получилось как надо. А на следующий день пошел дождь. И вил он целый день. И смотрите, у нас уже на дне даже появилась вот такая лужица, что усложняло, конечно, работу. И мои ступеньки все вот были тоже в воде. И поэтому пришлось вычерпывать вот эту воду. И для того, чтобы было не опасно, потому что на ступеньках надо было, по ступенькам надо было ходить. И вот пришлось еще какой-то добрый час, а может и полтора тратить на то, чтобы насухо вытереть вот эти ступеньки. А дальше, дальше пошли каменные работы. Сейчас я рассказываю, как тут надо улаживать камешки, чтобы сформировать правильный каскад. Вот у меня там каскад не фонтан именно, а вот именно водопад для из камней. И как правильно формировать. Вот я тут все рассказываю, как там щели заполнять. То есть полностью есть рассказ в каком-то из моих видео. А потом я учу вас, как правильно приготовить цементный раствор. Теперь вы, наверное, уже запомнили, что правильный раствор готовится три к одному, три части песка и одна часть цемента. И еще я показываю, как я улаживаю камни, как правильно улаживать камни, как формировать стеночку подпорную. Ну, короче, все премудрости, премудрости как бы бывалого строителя. А так как я уже перестраиваю этот пруд, получается, второй раз, то, конечно, я уже человек бывалый и знающий. И показываю еще, вот видите, залаживаю такие вращелинки в цемент камешки, то есть как все это декорировать. То есть весь свой опыт я передаю вам. Так, и снова новый кадр, и снова я с ведром, снова я кружу цемент, потому что это реально. Это на видео смотришь, и кажется, что такая работа, знаете, совсем-совсем несложная. Но на вот эту кладку пошло действительно огромное количество времени, и она реально тяжелая. Мне до сих пор болят руки. И, знаете, для того, чтобы эту кладку сделать, это одно, но еще надо же сюда и камней натаскать, и по ступенечкам этим камнем таскать. То есть это не так-то все легко. Помощников у меня не было. Приходилось справляться со всеми делами самой. Ну, прям вот Гертруда. Герой расшифровывается. Гертруда – это герой труда. Ну, а здесь я показываю, как надо сделать бережочек, вот как сделать ступенечку в пруд, чтобы пруд было хорошо заходить, потому что мечтаю летом все-таки хоть немножко в нем купаться. Я не хочу запускать сюда много рыбы, потому что от рыбы все равно хрезнеет вода, будет плавать только 3 или 4 карасика здесь. Совсем чуть-чуть, в небольших количествах. И то я еще подумаю, если честно. Надо тут рыбка или не надо тут рыбка? Очень хочет рыбка и моя сестра. Ну, правильно, сестре-то пруд не переделывать, поэтому она и рыбки хочет. А мне я не хочу. Я просто даже понимаю, что все время, если есть рыбка, будет соблазн ее половить, эту рыбку. Либо подкормить. А подкормить – это значит, что уже вода будет зеленеть. И, короче, проблемы мне, на мою голову. Поэтому я еще подумаю, буду я запускать сюда рыбу или не буду. Но Таня говорит, что если не будешь запускать рыбу, то разведутся лягушки. Лягушек в пруду я хочу еще меньше. Вот, поэтому подумаю. Подумаю. И снова следующий кадр. Следующий кадр я показываю, как я промываю старую щебеночку. То есть и это тоже пришлось сделать. То есть производство безотходное. И видите, я в платочке, потому что в эти дни было достаточно ветрено и достаточно зябко. И приходилось хорошо одеваться. Вот, и еще приходилось вот так намывать, как я говорю, намывала золото. Вот, то есть разные-разные у меня были работы для того, чтобы я все-таки пруд свой сделала красивым. А потом снова кладкой. Снова я ложу камни. И снова я рассказываю, как делать правильную кладку, как декоративно вылаживать камни, чтобы все было похоже под натуральностью. Не знаю, насколько тут натуральное, но то, что тут я делала все от души, это точно. Ну, и вот пришел час, когда мы начали наполнять пруд. Уже покрылась первая ступенечка. Ура, ура, ура! И сейчас я покажу, что получилось. Ну, вот и все. Мой прудик наполнен водой. Завтра, конечно, уберутся вот эти вот куски цемента. И еще, может быть, мы привезем, получается, камешки и сделаем отсыпочку. И все, пруд будет готов. Вот такая получилась красотища в виде сердечка. Вот такое красивое сердечко получилось. Сейчас я его всего обойду. Вот так теперь можно будет заходить в пруд. То есть вообще вот здесь вот рядышком-рядышком стоит вода. И легко, когда купаться, заходить в пруд. И вот так льется водичка с моего кувшинчика. Сейчас я подвину поближе, чтобы это вам было видно. Вот так. Конечно, когда мы установим насос, напор воды в кувшинчике будет больший. И фонтанчик будет больше функционировать. Сейчас пока со скважиной льется водичка. Но постараюсь сейчас чуть-чуть делать побольше напор. Вот так увеличила нафор. И, конечно, лучше все стало смотреться. И сидя вот там на камешке, можно будет под журчание воды проводить свои стримы. Либо записывать свои видео и наслаждаться вот таким релаксом. Очень я люблю всякие водопады, фонтанчики. Но фонтанчики не так, а вот именно природные водопадики. Очень я люблю все это. Мечту удалось осуществить, чему я рада. И самое главное, что погода при этом мне помогала. Еще завтра у нас будет солнечно, а потом уже начнутся дождики. Я все успела. Я этому очень-очень рада. Ну, и для того, чтобы вы посмотрели, как же выглядит полностью, сейчас полностью мой пруд. Сейчас обойду весь пруд вокруг. Немножко, конечно, и моего сада вы увидите. Вот так все это смотрится. Да, это все уберется. Вот так смотрится моя горочка. Мои красивые улиточки. Здесь можно зайти полюбоваться. Вот про этот камешек я говорю, что можно здесь в тени Ивы Мацудана сидеть и записывать разные стримы. Здесь будет выливаться водичка. Вот так с высоты это все смотрится. Вот еще дальше покажу мой большой-большой участок. Вот туда. Вот так. Там у меня большой-большой участок. И спущу из горочки. Точно получилось сердечко. Спущу из горочки. А вот этот камень, кстати, когда мы копали канализацию, он там оказался, и мы его при помощи подъемного крана доставали. Так, сейчас еще дальше покажу вам, как выглядит. Вот моя еще Ива Мацудана. Я вам рассказывала, что в прошлом году она у меня была прям сильно-сильно подточена древоточицами. И мне пришлось делать новое растение. Вот пришлось сюда заливать, видите, октору. И в этом году для профилактики я тоже туда ее налью. Для того, чтобы... Вот, наверное, все-таки одно растение погибло. Видите? Надо его вырезать отсюда. И для профилактики еще налить сюда раствор от вредителей. Может, в тапике налью? Так, дальше прохожу еще. Вот так смотрится еще пока не убранная моя горочка. Вот так, с этой стороны. Ой, прям синее-синее. Синее-синее море. Ну и немножко еще, прям вот чуть-чуть, совсем неподробно окину свой взор на свой парк. Вот этот парк в этом году был перестроен. Балагранди, вознейшая перестройка. Тут я тоже здорово потрудилась. Вот так. Вот такая красота. Ну все, мои дорогие. Пока-пока. Спасибо, что были со мной. Буду ждать вас на следующих... В следующих моих видео буду ждать вашей ответной реакции. Это было очень здорово и очень приятно. Ну и еще хочу вам напомнить, что у меня есть спонсорская программа. Вы можете подписаться, стать спонсором моего канала. И плюс поблагодарить меня в виде донатов. Знаете, каждый блогер очень много времени затрачивает для того, чтобы смонтировать видео. Это тоже определенная работа. И если кто-то поблагодарит меня за эту работу, мне будет очень-очень приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!